Наступившие времена, собравшись в кучу проблем в компании, отсеют ветреных. Тех, кого не зажигает ни миссия, ни идея, ни сам стиль жизни успешного MLM бизнесмена. Они пойдут, как саранча, на другие поля, где позеленее. Постригут там капусты немного, наживут себе конкурентов среди таких же, как сами. Но как только капуста закончится, а там, где есть откровенная халява, она рано или поздно заканчивается, им ничего не останется, как искать новое капустное поле. И так до бесконечности, потому что у кочевников нет другого будущего. Цыгане MLM бизнеса вынуждены постоянно искать новые места, новые компании, новые источники доходов и побираться в один прекрасный день, когда их мнимая стабильность будет разрушена. Такова дань их выбора, непостоянства и поиска легких путей. Как много тех, с кем можно лечь в постель. Как мало тех, с кем хочется проснуться. Они в данном случае ничем не отличаются от наемных работников, которые постоянно меняют работу в поисках лучших условий и более высокой зарплаты. В самом деле нет никаких отличий, за исключением того, что их работодатель это компания, в которую они вляпались на данном этапе своего выбора. Сильные же предприниматели, строители бизнеса закладывают один раз фундамент своего прочного будущего и возводят здание на долгие годы, на всю жизнь. Они создают свою недвижимость путем постоянного решения проблем в бизнесе, тем самым закаляют ее, упрочняют и в итоге приходят к успеху. Потому что мощному массивному строению не страшны никакие ветра и нападки конкурентов. И это есть стратегия победителей. Как мало тех, с кем хочется мечтать. Смотреть, как облака роятся в небе. Писать слова любви на первом снеге. И думать лишь об этом человеке. И счастья большего не знать и не желать. Свежая поучительная история. Я умышленно изменил название компании, которые сейчас будут упоминаться, чтобы не делать рекламы. Два года назад один человек усиленно звал меня Ford Fusion, утверждая, что бизнес на инфопродуктах, но просто порвет всех. Что за веб-технологиями, будущее и они просто смету под ноль все остальные рынки в MLM индустрии. Не прошло и года, как он начал меня звать уже в следующий проект с названием Yem Coldrex. Поясняя это тем, что продуктами компании Ford Fusion он пользуется для себя и никогда особо активно бизнес там не строил. А вот золотовалютная идея, это просто наше все. Вот это порвет рынок ну сто процентов. Смешно, не правда ли? А знаете, с чем постучался ко мне недавно этот человек? Я даже не запомнил название компании, если честно. Основной продукт это куча платных приложений для смартфонов и еще какие-то там инвестиции в фондовый рынок. И я спросил его, так а что же с Yem Coldrex? Что все, золото закончилось? Или перебрали всех Буратино, больше не с кем работать? Много невнятно объяснял, но ключевая фраза была такой. Ну, я нашел в новом проекте больше перспектив и интереса для себя. К тому же я буду одним из первых, на вершине, потому что официальный старт компании запланирован на... Но пока вот при стартовом положении такая боевая готовность, вот мы сейчас формируем команду, чтобы быстро зайти на рынок, чтобы вот в один день прям зайти и весь рынок и захватить. Вот все. И больше никому ничего не останется. Только мы будем на рынке. Я тогда поправил его, сказав, что, дружище, вы формируете не команду, вы формируете пирамиду, по которой быстрыми потоками потекут деньги. И только по этой причине вы формируете ее. И в этом есть правда. Просто научись называть вещи своими именами, в конце концов. Вот так выглядит типичная история бизнеса. Искать из человека, который тупо хочет денег. Желательно много. Желательно, чтобы легко доставались. Чтобы прикладывать минимальные усилия. А лучше вообще не работать. Но вселенная рано или поздно наказывает таких проходимцев. Неоднократно. Вот так и вьется эта канитель. Легко встречаются, без боли расстаются. Все почему? Все потому, что много тех, с кем можно лечь в постель. И мало тех, с кем хочется проснуться. Поэтому, друзья, когда вас будут звать, переманить в другие компании, непременно соглашайтесь. Соглашайтесь, переходите туда. Когда вам будут говорить, что Марфа Васильевна из их компании за полгода заработала 60 тысяч долларов и купила себе новую квартиру, а в вашей компании 60 тысяч долларов надо зарабатывать целый год, и то не каждый сможет, то не раздумайте ни минуты, немедленно собирайте чемоданы и дуйте к ним. Потому что если сейчас вы мой призыв восприняли буквально, а не как шутку, если вы всегда слушаете советы других, но очень редко думаете своей головой, вы обречены на провал в любой компании, где бы вы ни оказались. Увы. Ибо завтра к вам постучится в гости конкурент из третьей компании и недобросовестными методами убедит вас, что вам и там скоро кирдык. А вот у них, вот у них вы найдете себе пожизненное спасение навсегда. Пристанище и чашу святого Грааля. Непременно, однозначно. Поэтому компания Б уже не актуальна. Нужно бежать в компанию С. Срочно. Успеете запрыгнуть в последний вагон. Поторопитесь. Мы мечемся. Работа, быт, дела. Кто хочет слышать, все же должен слушать. А на бегу увидишь лишь тела. Остановитесь, чтобы увидеть душу. Мы выбираем сердце по уму. Боимся на улыбку улыбнуться. Но душу открываем лишь тому, с которым и захочется проснуться. Как много тех, с кем можно лечь в постель. Как мало тех, с кем хочется проснуться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова